Первый раз закапало у нас масло, грецкий орех мы отдавили. Ровно в 10 лет нашей совместной жизни, не совместной жизни, а в день свадьбы. Это производство семья Асеевых открыла месяц назад. Здесь Елена и Андрей делают сыродавленные масла. Эти масла по большей части используются, скажем так, в процессе оздоровления человека. Супруги заинтересовались темой здорового питания. А вот найти подобные масла в Ставрополе не смогли. Долго ждать, во-первых, расходы на доставку, на логистику. И в итоге пришли к тому, что почему бы и нет. Раз у нас в Ставрополе такого нет, мы будем первыми. Масла, которые начали производить Асеевы, сыродавленные. Это значит, что получают их без фильтрации, нагревания, прожарки и контакта с металлом. Так они сохранят полезные свойства льна, подсолнечника, конопли, тыквы, грецкого ореха и чёрного тмина. Под давлением 40 тонн из семян получается масло. Чтобы сделать вот такую баночку, нам потребуется полтора килограмма льна и один час времени. Но так, можно сказать, быстро получают не каждый из видов. Если получить нам вот такую баночку, 250 миллилитров из тмина, то нам понадобится часов, наверное, 6-8. То есть она менее масляничная, она очень твёрдая. От идеи до первой готовой бутылки. Путь всего в 6 месяцев. Андрей прошёл обучение у производителя в Иркутске. Вооружились информацией, запаслись сырьём и решились. Маслостанцию купили за счёт господдержки. Пресса взяли в аренду с целью дальнейшего выкупа. Сейчас семья собирает документы, чтобы заключить соцконтракт. По поводу соцконтракта мы на него и рассчитываем, чтобы выкупить оборудование уже непосредственно в своей собственности. Главные дегустаторы и помощники на этом производстве – дети Елены и Андрея, Киром и Савом. А для чего масло пьют? Чтобы люди были здоровы, не болели, всё было хорошо. Ну как ты оцениваешь продукт родительский? Они крутые масла делают, я их люблю очень сильно. Эти масла пьют. Некоторые из них можно добавлять в каши и салаты. А вот жарить на них еду или подвергать термической обработке нельзя. Практически час прошёл. Наступает самая приятная часть нашей работы – это дегустация. Но, честно сказать, масло я ещё ни разу не пила. И я сомневаюсь, что мне это прям очень понравится. Вы знаете, очень вкусно. На самом деле, вот как будто семечки. Вот я семечки люблю. Вот, как будто я семечки сейчас кушаю. Льняное масло нашей съёмочной группе пришлось по вкусу. Вот даже лучше, чем сливочное, растопили настоящее. И выкили, серьёзно. У Асеевых большие планы. Они мечтают расширить производство и ассортимент. В том числе делать муку из жмыха. А ещё полезные чипсы. Как только возникла идея этот бизнес открыть, семейный бизнес, у нас, в принципе, всё в жизни поменялось. И, включая и энергию, мы стали намного энергичнее. Ну, появилось что-то, что зажгло наши глаза, да, нашу жизнь у обоих. Не так, что по отдельности, а у обоих. Загорели семейным делом и детям. Тут весело, хорошо работать, по кайфу. А дальнейшего роста Асеевым желают Анастасия Зубрицкая и Александр Колодко. Ставропольское телевидение.